да слава богу друзья сегодня последний урок завтра будем продолжать история восточной церкви и я много вещи многие вещи рассказываю умышленно даже такие малоизвестные такие факты называю потому что конечно об истории можно много что говорить и всякое и хорошее плохое но значит я говорю о самом смешание христианство с язычеством для чего чтобы было понятнее нам что многие вещи которые сегодня называются христианством на самом деле христианством никаким даже и не являются вообще а вещи которые наносные привнесенные извне я для себя это сравниваю знаете ли в теле христа это как вот осколки ранения какие-то да и осколки я вот общался с ветеранами которые носили в себе десятилетиями осколки и некоторые из них стариками тогда вот говорили что значит сколько лет носили эти осколки но вот когда уже были уже стариками уже в старости все это очень сильно сказывалось в них их уже оперировать нельзя было насчет и очень страшные боли были вот интересно а в теле христа ведь тоже много осколков в теле ветерана эти осколки да казалось бы но там осколки сидят 10 20 30 40 лет сколько еще можно лежать этим осколком уже пора бы организму как бы смириться привыкнуть и принять это как свое часть себя нет организм и чем дальше тем больше отторгает вот то что было принесено извне это не его организм это очень не обманешь это и вот и тело иисуса христа но знаете ли чем дальше тем больше и больше отторгает и процесс этот нельзя никому будет остановить потому что тело христа это христово тело это не просто чьё-то кого-то организации какая-то структура юрисдикция конфессия это тело христа и она отторгает все инородное по сути процесс реформации это как раз у процесса здоровый процесс отторжения здорового организма тела христа от всего того что было принесено в него извне я убежден что ближайшие те годы вот это все должно быть отторгнуто и не нами это совершается через нас людей да через наши вдруг такие прозрения как бы покаяние проповеди все значит старания молитвы но это это процесс богочеловеческий это процесс божий потому что сам христос по сути является вот этим реформатором это его дело вот и как то же самое там читал я реформаторах там далекого того самого шестнадцатого столетия мартина лютера биографию кальвина цвингли там болтасара губмайера мино симонса других там реформаторов того времени и чем больше я изучал биографии этих реформаторов их там послание то тем больше понимал что не эти люди делали реформацию до через них много было сделано все время но это не им слава абсолютно только лишь христу потому что он через них совершал тогда эти деяния и потом поэтапно пять столетий продолжается эта эпоха восстановления и в наши дни это набирает очень сильные обороты это движение поэтому нам бы счастливы жить такую историческую очень важную эпоху вот этой реформации восстановления и и восточной и западной церкви всего тела христа всего тела христового восстановления и отторжение всего того что не наше и конечно в первую очередь вот как бы даже если по западным божьим пройтись первое что отторгается это однозначно это всякого рода многобожие всякого рода многобожие в православном мире это выражается в неправильной вере во всякого рода вот молитвенников посредников ходатай все в протестантском мире против протестанты вышедшие из православия как правило многие имеют такие остаточные явления вот этого многобожия в сознании порой даже не замечают этого это вера в то что вот кто-то будет вот за тебя молиться кто-то ходатайствовать нет я не говорю что это все правильно мы даже молиться друг за друга но когда человек избегает личного общения с богом перекладывая его на пастора на служителя на кого угодно вообще в этом есть вот остаточное явление считаю вот этого образа мышления многобожника я так называю для себя это образ мышления многобожника и с этим надо бороться каким образом просто самому обращаться к богу живому иметь личное общение с ним это лучшее предохранение против всяких заблуждений против всяких ересей потому что это помазание которое в нас она учит нас новый завет тем отличается интересно что пишется все в сердцах человеческих нас божье слово это и каждый будет научен богом не будет говорить брат брату своим познай господа а что мы видим даже до сих пор христианстве сплошь и рядом значит и в протестантских разных церквях и в основном это и вижу но это остаточное явление вот того ветхозаветного представления на самом-то деле новозаветное понимание это когда ты лично и бог лично ты перед ним а он перед тобой когда ты принадлежишь вы своему возлюбленному а возлюбленное твое лично тебе принадлежит интересно новый завет он в крови иисуса христа заключен и он активизируется в жизни верующего когда вот то что богословы сегодня называют на в нас появляется вот это христоцентричность этот новый завет он эта кровь иисуса христа она как бы активизируется в нас тогда когда у нас есть христоцентричность когда мы христом живем живем и побеждаем когда имя иисуса у нас на устах наших и в этом ну не знаю но огромнейшее благословение вот и я конечно понимаю что для того чтобы реформация в православии произошла кажется кажется это невозможным но еще раз повторяю что невозможным человеком возможно богу богу же все возможно даже самое невозможное по-человечески возможно богу все вот и это как был случай я слушал в москве еще тогда давно уже приезжали аргентинцы до пастыри были миссионеры аргентинцы делились на одной из конференций словом они пожилые уже братья были спикеры один из этих спикеров он был с буэнос-айреса и он был свидетелем по моему в 50-е или 60-е годы вот не помню где-то вот те времена был свидетелем самого начала у них там буэнос-айрес и пробуждения он он рассказывал интересные вещи очень свидетельствовал он сам бывший католик ну по юности своей потом стал 50 никому он он пережил живого бога там долгое свидетельство очень сильно для меня было очень потрясающе любил такие и люблю такие свидетельства во многом я себя узнавал его рассказе интересно так было вот и понимаете ли он рассказал интересную вещь такую когда у них там в одном этом костеле некоторые костелы становились тогда до в конце 60-х домами мы молитвенными 50-ническими хотя до того лишь одна церковь была буэнос-айресе 50-ническая протестантская вообще там не он объяснял так и она была где-то на окраине где-то и они даже почти никто не знал мы ведь даже особенно не знали но узнали они знаете как через одну женщину которая имела дочь неизлечимо больную она была вся с детства скрученная и чем дальше тем больше ее все выкручивала как-то и по больницам и лечила все и по цеплям и всех священников она по городу достала с просьбой молиться за дочь и священники уже от нее отмахивались просто потому что ну понимали что это неизлечимо это уже уже все уже к смерти дело уже идет и как бы ее все она изуродовала так что она вся была выкручена и руки ноги все было выкручено вот перекручены как бы но страшно было смотреть и вот она была понятное дело без движения ее просто просто так передвигали значит он значит переносили и она просила все по костенам такая богомольная женщина я очень такая ну знаете активная женщина мама ее было активной прихожанкой и вот значит и так получилось что что этой женщине она потом пропала, как-то не было видно ее, ну, наверное, думали, похоронила дочь, наверное. Каково же было удивление, когда она в костел, там большой их костел, в центре города пришла со здоровой своей дочерью. Там вот такие глаза были вообще, там люди в таком ужасе были, страхи, потому что сколько лет знали эту семью, она всех священников доставала этими молитвами. И интересно, рассказала свидетельство она, эта женщина, вот это свидетельство многих очень простых аргентинцев, оно потрясло, и священников потрясло, что ей однажды кто-то там сказал в одном из костелов, что вот, женщина, вы вот ходите за исцелением, все, значит, вы, наверное, по всем уже прошлись. Она говорит, да, по всем костелам, и не раз, значит, по всем прошлась, по городу, по всему. А вот там, где-то говорят, вот на окраине, где-то там маленькая такая, ну, домик такой, там верующие собираются, они тоже молятся за исцеление, вроде кто-то там исцелился, но попробуйте, зайдите, найдите их. Она нашла, да, говорит, какие-то странные христиане, у них там нет ни Мадонны, там ни креста, там не было даже на домике, просто дом, и там верующие поют гимны какие-то, там молятся как-то своими словами, не крестятся, ничего там нет, святой воды у них ничего нет, то есть вообще, как обычно, в костел заходишь, там святой водой, там все, покрестился, вот, и, значит, но она пришла в это собрание, и там были в основном пожилые люди у них там, и она сказала так вот, вот моя дочь, она вообще уже умирает уже всю жизнь, такая больная, если что-то можете сделать, помолитесь, вот, как вы знаете уже, помолитесь. И получилось так, что на том же собрании, вот, с большим хрустом, эта девочка стала сама собой выправляться, вот, руки, ноги, все стало, то есть, короче, с этого собрания, со слов этой женщины, она ушла, дочь ее на своих двоих, хотя уже сколько лет уже была, ну, без движений и все прочее. Она, да, еще была, ну, страшненькой, но уже ходила сама, значит, все, а потом в течение буквально нескольких недель она так восстановила, что красавица, девушка красивая, все, значит, все чтены у нее нормально, руки, ноги функционируют, она стала, ну, и школу, и все, значит, и бегать, и все, ну, удивительно, конечно. Короче, это такое сильное впечатление произвело на вот этих аргентинских, этих священников, и, короче, несколько костелов, они стали в ближайшее же, ну, там, немного времени прошло, они стали печатническими, там, тогда, домами молитвы, потому что в полном составе люди пережили такое сильное пробуждение тогда, вот, люди стали каяться, крестились с Духом Святым массово просто, прям Дух изливался в костер и так, что люди просто приходили, даже некоторые противились, приходили, как бы, поругаться даже со священниками, а уходили молящиеся на языках, значит, и, вот, и это было, вот, вот, как раз конец 60-х, там, у них пробуждение, и, интересно, дальше он рассказал случай, вот, мне он очень потряс этот случай, когда, там, у них главный есть в Буэнос-Аресе костел, кафедральный, катедра, и, вот, и, значит, и туда сходились разные священники и разные служители, значит, съезжались со всей Аргентины, и, вот, то, что, значит, несколько костелов стало протестантскими, такими, церквями, и священники стали пастырями, писятиническими, там, значит, у них сняли рясы, стали, вот, просто молиться за людей, крестить Духом Святым людей стали, и это очень сильно потрясло, вот, таких традиционных католических служителей и прихожан, что из Ватикана прилетел кардинал, специально на разборку, вот, с этим инцидентом, и, значит, в костеле собрались, говорит, в тот день, просто тот брат, который выступал, он как раз говорил, что я был очень молодым верующим, я был свидетелем вот этого происшествия тоже, я рассказываю не то, что, говорит, слышал, читал, я то, что, чему даже был свидетелем, в костеле собралось много людей, было объявлено заранее по всему Буэнос-Айресу, по костелам, что будет митрополит, о, этот, кардинал будет, значит, и будет слово послания из Ватикана, прям, значит, и этот кардинал, он должен был, ну, по-нашему, как митрополит, он должен был, как бы, говорить, там, против иных языков, значит, там, и против вот этого движения речь, ну, так ожидалось, по крайней мере, в костеле, какие-то аргументы должен был привести такие серьезные против этого, чтобы вернуть, как бы, забудших снова в лоно католической церкви, ну, как бы, так говорилось, и в костеле, огромном кафедральном костеле собралось тысячи народов, и примерно 50 на 50, половина из них были уже такие возрожденные, такие католики, да, харизматики такие, а половина были традиционалисты, вот, и ждали вот слова от этого гостя из Ватикана. Вначале была месса совершена, обычная такая, да, значит, и вот должен был слово сказать этот кардинал, и когда дошло дело до слова, а люди все молились, вот, те молились так, эти молились так, значит, но вот ждали слова, и представляете, этот кардинал, он шел к кафедре сказать слово, и вдруг упал, и не мог подняться, просто лежал на полу. Люди молились, кто-то подбежал, кто-то там вызвал, там, ну, медиков, там, все, но он просто лежал. И молились, и священники говорили, молитесь, молитесь за нашего гостя. И через некоторое время этот человек, он встал, сам встал, подошел к кафедре, и подошел молящийся на иных языках. Вау! И он, то есть, не на их языке, а на языках, а потом сказал слово такое, что я прилетел, вот мой конспект, можете посмотреть, священники, я прилетел с посланием из Ватикана против вот того, что здесь сейчас происходит, и чтобы вот, ну, он все это подтвердил. Но говорит, то, что я сейчас здесь пережил, он так вот описал, я пережил встречу с Господом, и он сказал, что я тоже теперь имею вот Духа Святого, я крещен Духом Святым, и вот я не хочу ничего говорить вам, вы сами рассудите, выберите, каким путем идти, я примыкаю к этому тоже движению. Вот он сказал так. Но он остался католическим, но стал вот, как бы, окормлять вот этих католиков-харизматиков у них там, в Войнос-Айресе. Знаете, я ту историю слушал, я думаю, вот приходит время, и придет время, когда и у нас в православии тоже, когда будут выходить там патриархи, митрополиты, там, не епископы, значит, и Божий Дух будет совершать свои деяния. Притом даже те, кто будет рьяно, может быть, идти против рожна, да, против Духа Божьего, Господь, Он может вот этих именно искренних, если не просто Он ради там денег, там, ради чего, карьеры делает это, а вот искренне, вот таковых, я думаю, Бог будет обращать даже в таких, как апостолов даже, вот этого служения, такого пробуждения. Вот, и я мечтаю об этом вместе с Богом, я молюсь об этом вместе с Богом, я живу этим, вообще, этим ожиданием, этим, причустим этим, и прошу Ваших тоже, при случае, проезжая мимо храмов каких-то, благоставляйте, благоставляйте, благоставляйте. Потому что, да, и чем сильнее тьма, тем ярче свет. Знаете, люди, сидящие во тьме, и тени смерти увидели свет великий однажды. Вот, и сегодня та же история. Конечно, да, я вот называю многобожий, оккультизм, общение с бесами, там даже, даже, я говорю, что внутри православия, я думаю, не только российского, но, наверное, я не знаю, не имею фактов таковых, но есть догадки, что и в украинском православии тоже не все так чисто. Здесь тоже есть, наверное, сектанты, такие священники. Но, понимаете ли, любая тьма, это и тьма. Но достаточно одного света, чтобы всю тьму эту рассеять. Даже немного света, чтобы большую тьму рассеять. И интересно, как вот для автолюбителей, да, когда, допустим, днем навстречу машины идут, и они включенными фарами, если это днем, это тебя не слепит, а когда это вечером уже, да, это уже слепяще. А если это глубокой ночью, в кромешной тьме, это вообще слепяще уже. Та же самая лампа, тут же накал, говорю, но уже ярче все это выглядит. Потому что Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеке тот же. Но когда, вот в наши дни, я убежден, его свет еще ярче. И высияет вскоре еще ярче. Не потому, что он изменился, а потому, что тьма сгустилась, но его свет еще ярче, еще ярче. Слава Богу. Так что, друзья, вот я в предвкушении такого пробуждения, сильного пробуждения, духовного пробуждения. Вот, тем более, что, ведь действительно, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Даже те, кто сидит в самой, в самой кромешной тьме. Спасибо тебе, Господь, спасибо, драгоценные. Благословенный Бог наш. Аминь. А вот то, что я рассказываю, допустим, я думаю, что это уже сейчас даже многим людям помогает и будет помогать еще больше в ближайшее время. Просто-напросто освобождаться от этой шелухи, знаете ли, и смотреть на самое главное, на самое важное. Как вот, однажды в 96-м, прочитав свидетельство Эрла Штегена, его беседы эти, значит, то я ахнул. Надо же, думаю, не православный автор, а такие православные вещи пишет. Думаю, надо же, вот, ну, для него Иисус Христос, это его фундамент, а для меня, стоп. Вот, тоже. Понимаете, вот, есть вещи, которые, ну, главнейшие в христианстве, это сам Христос. Все остальное второстепенно, третьестепенно и прочее, прочее, прочее. Да, друзья. Вот, и завтра буду говорить еще о многих там заблуждениях, конечно. Даже самое страшное оставил на завтра, вот. А веселое. Ну, и постараюсь разбавить это веселыми какими-то, да, моментами из бытия нашего православного. Да. Но это просто нужно. Нужно, нужно. Чтобы вы, но упаси Господь, нас, знаете ли, узнав вот эти вещи, судить. Да, упрекать, судить. А не нужно. Меньше всего грешники нуждаются в том, чтобы их упрекали в грехахах. Больше нуждаются именно в молитве, в любви и в молитве. Аминь. Вот, и Господь совершает чудеса по нашей молитве, по нашей любви к людям. Слава Богу. И это великое благо, великая благодать. Вот, друзья, действительно величайшая благодать. Вот, и сейчас, конечно, очень мало священников спастенных, очень мало кого, ну, единицы, может быть, но, из православных священников, но придет время, когда, наоборот, будет большая часть, будет так или иначе, но возрожденных, пробужденных священников. Слава Богу. В Румынии сейчас уже дело пошло очень серьезно уже, ну, как, по сравнению с Украиной, с Россией, там, уже очень серьезно. Уже десятки, ну, десятка-два уже, точно уже есть священников, общение даже есть священников, пробужденных священников, покаявшихся. Вот, некоторые из них приняли решение стать протестантами, некоторые из них остались православными, но реформаторами. Вот, мы общаемся сейчас с румынскими братьями очень хорошо. И я вижу в этом, ну, особенно такое, благо такое, знаете ли, вот, и хороший очень пример. Вот, и те, кто пробужденные, эти священники, да, они вот, покаявшиеся, они сейчас стараются, вот, там, и журнал публикует свой, там, на румынском языке. Многие вещи я хочу, чтобы они были, вот, и на русском, и на украинском, и на украинском, чтобы наши священники тоже почитали, проанализировали, что их не читают румынские, чтобы наши почитали, осознали, поняли. Вот, но, потому что реформация начинается с информации, как ни крути. Вот, но в основе всего всегда духовное, невидимое, вот эта молитва. Слава Богу. Слава Богу. Вот, и что еще? Какие вопросы еще были, вот, слушайте, поднимались, Владимир, первые виды. За водичку, да, ответили. Ну да, по поводу воды, да. А, кстати, по поводу воды, вот, да, вот вопрос оглашу, по поводу святой воды, допустим. На самом деле, знаете, я стараюсь так православных учить. Вот, когда встречаю где-то, допустим, где-то бывает в транспорте, там, общаемся, я говорю, знаете, не вода, говорю, исцеляет, или что-то еще, а Бог, говорю, исцеляет. Да, Он может посредством воды вас исцелить, но слава должна быть Богу. Для меня очень важный такой тест всегда. И когда мне говорят, допустим, люди, многие православные, когда мы пообщаемся, то говорят так, ну вот, мне, допустим, Матушка Богородица помогает, и говорят, мне там икона такая-то помогает, мне там вода помогает, допустим, мне там что еще? Вот прикладывается, поцелуешься, исцелился, почему? Да, 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 исцелился, да. Ну, хотя я говорю... Многие помогают, говорят так, что помогают. Я, знаете ли, стараюсь так всегда говорить, что, говорю, слава Богу, говорю, воздайте славу Богу, говорю, давайте прославим Бога, сейчас мы помолимся, обратимся. Вот для меня очень важно, если человек, он готов славить Бога и благодарить Бога, то для меня очень хороший знак, что здесь, ну, без Бога не обошлось точно. Вообще, я знаю, что всякое даяние благой, дар совершенств, выше от Отца Светов приходят. И даже порой не благодаря всей нашей теологии и идеологии и практике, а порой даже вопреки всему, вот, приходит Бог в жизнь людей. Вот, ну, удивительно, конечно. Просто беда в том, что, как вот, опять-таки, вспоминаю пророка Осию, через него Бог сказал следующее к Израилю тогда, к отступническому Израилю, он сказал так, что «я спасал их, а они ложь говорили». То есть, получается, что вот там толкование тоже такое, тоже и еврейское, и христианское толкование, что да, Бог являет себя в чудесах порой, да, не благодаря, а вопреки всему, но люди продолжают славить идолов и говорить там, значит, там, на то, на то, на то. Я скажу, что вот как пример был для меня очень хороший, известный факт в православии. В Петербурге, на стекольном заводе, там, ну, еще в конце 19 века было чудо, чудо такое известное в Российской империи. Вот, значит, что там одна женщина, вдова, муж ее погиб солдатом, она осталась одна, у нее дети, девочки, она в нищете, где-то в рабочей этой слободке, значит, там, и, в общем-то, прозябает. Вот, и последние грошики остались эти, вот, и она приносит их в храм, этот завод, заводской, и ложит возле иконы, местная чтимая, самая там, у них икона была, скорбящей Божьей Матери, значит, то есть, всех скорбящих радостей она, как бы, на самом деле, всех скорбящих радостей, это Иисус Христос, на самом-то деле, для всех скорбящих радостей, утешения, а там написано, как раз, что она там, больных, исцеления, нагих, одеяния, там, значит, утешения, там, и прочее, прочее, но это все наш Господь, на самом деле. Да, это, как бы, Дух Антихриста изображен, по сути. Вот, но женщина, как она вот была научена, как она знала, так она и поступила, она принесла туда эти все последние свои денежки и положила там, возле этой иконы, и ушла, потому что храм уже закрывался, уже, ее попросили уже, она последняя была, попросили ее выйти. И в эту ночь, вот, гроза разыгралась, там, все, значит, там, и так получилось, молния ударила прямо туда, значит, там, и вот эти грошики, они прилипились к этой иконе, как бы, икона, называется, икона Божьей Матери Скорбящей с грошиками, потому что грошики влипли просто туда, в эту икону. И буквально, там, день-два, сколько проходит, ответ пришел такой неожиданный один офицер, значит, находит эту женщину, оказывается, ее муж покойный, он солдатом, спас жизнь этому офицеру, вот, который инвалид, но состоятельный человек, и он, значит, решил найти семью вдову, значит, этого солдата, как бы, и отблагодарить, потому что он вынес его из-под огня, как бы, вражеского. Вот, значит, и он обеспечивал эту семью, детям дал, там, образование ее, значит, там, и они жили уже, как бы, не бедно, и, значит, и о благодарность, когда она рассказала всю эту предысторию, то, как бы, этой иконе сделали кивот такой, значит, оставалось еще большее почитание этой иконы, вот, понимаете ли, ну, видно, что Бог совершил чудо, да, ответил той бедной женщине, которая уже была в отчаянии, последнее, что имела, принесла просто, что, потому что больше все, не было ничего. Ответ-то пришел, но Бог говорит, я спасал их, а они ложь говорили на меня. То есть, получается, что здесь вот подобный Иисус, понимаете, он этих десять прокаженных очистил, да, но далеко не все, только один вернулся, и тот был даже не еврей, но он пришел, вот, только один пришел. А где же остальные девять? Где остальные девять? Вот, и сейчас тоже. Поэтому для многих православных, думаю, будет откровением, очень сильным откровением, однажды осознать, что в их жизни все доброе и светлое было, на самом деле, от Бога, вот, от Отца Светов. Вот, ну, как и в жизни многих неверующих даже людей, далеких от религии, когда человек приходит к Богу, я слышал много таких свидетельств, когда потом вдруг такое откровение, понимание, что вот в моей жизни там все самое светлое, доброе, оно же было от Бога, просто я не знал, откуда оно, как бы, и думал, это, может быть, это от меня просто, или так сопала случайность, или там от знакомых моих, там, благодаря знакомству, а на самом деле это было от Бога, это благостение, просто я не знал, кого благодарить, и вообще не знал, что есть ли Бог вообще. Вот, но когда человек возрождается духовно, он понимает, что это все было у него действительно от Бога, Бог его вел и сохранял. Я слышал одно свидетельство потрясающее на эту тему, когда там мужчина один там покаявшись, уже пенсионного возраста, потом сказал мне такие слова, говорит, знаете, батюшка, я думал, что я всю жизнь просто счастливчик, везунчик, вот, родился в рубашке, мне даже в больнице врач сказал однажды после очередной аварии, что ты родился, наверное, в двойных рубашках даже, потому что в твоем случае вообще шансов ноль, а ты вот на своих двоих вышел из больницы. Вот, но, он же пожилой человек, и он сказал такие слова, что теперь я, говорит, понимаю, что это меня, говорит, Бог хранило, я его не знал вообще, Бога, но теперь я знаю, что меня Бог хранил, это Бог был в моей жизни, а я, думаю, это просто счастливчик такой родился такой, счастливый, под счастливой звездой, понимаете, значит, вот, и я потом ему говорил, да, что говорю, да, вы теперь уже это понимаете, это на самом деле так оно и есть, это правда, то, что вы говорите, это правда на самом деле, Вот, и понимаете, и однажды придет время, когда и тысячи священнослужителей скажут, да, не Богородицы, не святые, не ангелы, нет, мы знаем, нет другого имени под небом данного нам людям, которым мы спасены, которым надлежало нам спастись. Ну, как бы, Леосиф, Треодики, и последняя глава тут хорошая, но мы знаем, что, как бы, прообраз Израиля, и, как бы, можно взять даже прообраз церкви, да, это жена его была, Уси, да, и потом он, когда она уже упала, уже все, он выкупил это, как бы, прообраз Христа, Господа, что он искупил, и вот мне нравятся тут слова, кстати, тоже относятся к... Думаю, ну, возрождение церкви, уврачую от падения их, возлюблю их по благоволению, ибо гнев мой отвратиться от них. Я буду росой для Израиля, он расцветет, как Леля, но я думаю, что и, как бы, по благодати от Господа, через Иисуса и мы. Посаждены же среди них, поэтому, да. И пустят корни свои, как Ливан, расширятся ветви, и будет красота его, как масло, не благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью, будут изобиловать хлебом, и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как ливанская. Ну, там, ну, как бы, хорошее такое, Бог сказал, что... Ибо праведны пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконны падут на них. Ну, это уже... Вообще, то, что о пророках говорится, и у больших и малых пророков во многом здесь пророчески и о церкви убежден, говорится тоже, потому что мы насаждены, как церковь, она не... и вам не помнящие родства, церковь она на лозе. И неважно, какой ветвь природная или привитая, мы живы благодаря ему, только Господу, да. И поэтому здесь наследники обетований, неважно какой-то национальности, культуры, традиции, ты привит к этому корню, и он держит тебя, не ты его, а ты, он держит тебя. Слава Господу. И вот эти благословения, они распространяются тогда действительно на все тело, на все тело Христа. Бог во Христе, Он примирил с собой весь мир, евреев, неевреев, убил вражду на кресте. Это потрясающее таймство совершилось. Один народ, слава Богу. Спасибо Господи за все. И как вот реформатор православный, я, конечно, да, говорю, и у себя в церкви, и в гостях о многих этих вещах, конечно, о заблуждениях, но всегда напоминаю о том, что Божий план есть спасение всех нас. Божий план есть вот это духовное пробуждение, рождение свыше, без которого не увеличат, не увидят Царство Божие. Даже если он будет религиозный из самых религиозных людей. Вот, и в этом каждый раз просто убеждаюсь, убеждаюсь и убеждаюсь. И на основании Писания, и на основании вот жизненного опыта просто слушаю людей, общаюсь с людьми и еще больше убеждаюсь, слава Богу. Слава Богу. Вот, и, да. А скажите, а вот эту вот притчу вы видели православную, да? Да. В коротком этаже. А кто это пишет вообще? Вообще эти рассказы, они известны, они, многие из них, они еще с византийского времени тянутся, и авторство их неизвестно. Значит, и как бы, как бы, их пересказывают из поколения в поколение, вот, уже много столетий. Но, вот, правда, их виды изменили уже, вот, в фильмах, режиссерах. Ну, в принципе, да, режиссерская версия такая интересная. Вообще, да, притчи, в них много поучительного вообще. Да, очень. В этих притчах есть много, вообще, если брать, вот, в этих, вообще, православных притчах многих, очень много есть поучительного. Многие из них взяты с древней еврейской традиции. Вот, очень многие взяты. Вот, и если читать, допустим, старые еврейские поучения, то они перекликаются очень часто. Вот, я вижу, что, ну, как бы, откуда было взято все это. Вот, и много очень поучений, там, по глубине сильнейших. Допустим, как два товарища жило, значит, там, в пустынях, про этих отшельников рассказывается. Один был книжный, другой был простый, ну, не книжный. И вот, значит, и книжный однажды сказал тому брату, встретившись в пустыне с ним, приходи ко мне, говорит, почитаем, я почитаю тебе слово Божье, ты же неграмотный, и ты не знаешь ничего, вот, я тебя почитаю. Хорошо, договорились. Как-то приходит этот человек к нему, тот грамотный стал читать ему слово, и вдруг этот неграмотный остановил его, извини, я сейчас уйду. И быстренько как-то в торопях ушел. Ну, ладно, мало ли, что там, у него там приспичило. Ушел. Проходят дни, недели от того, и как бы и нет больше. Ну, ладно, думает, не знаю. Потом однажды они снова встречаются, где-то в пустыне, и, значит, тот говорит ему, а что ж ты как-то резко сорвался и ушел, значит, и до сих пор не приходишь ко мне, столько прошло времени уже, недель прошло, а ты до сих пор и не приходишь. Неужели тебе не понравилось или что? Он говорит, да нет, все понравилось, я все понял, но, говорит, вот то, что ты там прочитал, я до сих пор не могу еще исполнить, вот я вот потом, это когда в этом я подноторею, я приду за следующей порцией. И вот тот книжный раскаялся, что надо же, я, говорит, много теорий такой читал, вот, а вот в этом, я, говорит, не думал по этому поводу, чтобы, вот, как бы, исполнителем слова быть этого. Да, значит, ну, там много таких интересных поучений, таких вот, в этих притчах, там их тысячи, этих притч разных. Многие из них очень интересные такие, заставляющиеся, знаете, задуматься, вот, как бы, значит, вообще. Поэтому я, я специально умышленно говорю сейчас о таких, о таких неправильных отношениях. Нет, ну, это правильно, да, точно. Смотрите, вот, если вышло оттуда с Византии, вот это все, вот это все, это Мерзес, это слово. Да, да, да. То оно, получается, управляется сейчас, вот, православием оттуда или как? Нет, понимаете, или... Или просто корень, они отделились или как? Да, да, да. Или тянется все равно с Востока? Дело в том, что, нет, я скажу так, что источником этих ложеучений является, дьявол и бесы, вот, и никакая не Византия, не Греция, они сами страдают, и греки, и византийцы эти... Сейчас сейчас есть с ними или нет? Есть, конечно, есть. Православие между собой, как там, собрание и все это? Ну, не совсем так. Соборы, как вот, соборы были эти? Не-не-не. Одной системы нет, одной структуры нет. Вообще, восточные... Восточные от западные очень сильно отличаются. Вот, мы до этого не нашли еще, правда, но, в принципе, можно сейчас сказать, потому что завтра там будет своя тема. Восточные и западные очень сильно отличаются вот в этом плане. Принцип восточный – это всегда вот независимость, как бы, автокефализм, самостийность такая вот, значит, вот это есть постоянно. Вот с Томасом, допустим, да, вот это вот событие последнего времени в Украине. Вот, как раз об этом-то говорит, что принцип восточный, он самостоятельный, принцип национального церковного объединения, принцип, вот, как бы, отделения, вот, как бы, и автокефализм. Автокефалия – это сам себе голова, буквально. Кефалос – голова, значит, автокефалос – это сам себе голова, сам, сам, сам управляемая, независимая. Поэтому в православии, вот, если брать каноничность, да, спор о каноничности, допустим, это всегда спор вот именно о национальной церкви, о независимой церкви, финансово, административно. Ни одна из других церквей православных не может вмешиваться в практику, там, значит, и в теорию, там, других православных церквей. Есть каноничные церкви, есть неканоничные, есть второканоничные, разные православные церкви, древнеправославные церкви есть, очень много разных православных церквей. На Западе другая система совершенно, на Западе там еще со времен Григория Великого папизм система, папизм или папоцессоризм, когда строится вертикаль власти, католические священники допустим, приходы католические, независимо от того где они находятся по всему миру, есть Ватикан для них, есть Папа Римский, это как говорится устав очень простой католический, первый пункт, Папа всегда прав. Второй пункт, если Папа не прав, смотри пункт первый. В принципе в католической системе действительно так оно и есть, даже в 19 столетии на первом Ватиканском соборе они приняли такое решение, официально даже, документально, записано это следующее, что Папа Римский безгрешен в вопросах вероучения. Когда с кафедры говорит, то значит его учение безгрешно, понимаете ли, и все католики по всему лицу земли, они обязаны верить этому, обязательно, энциклики Папы, поэтому они как бы, да, если допустим какое-то утверждение Библии, допустим, да, к примеру, или предыдущие папские решения, они противоречат этому, вот новому, да, энциклике. То вот эти предыдущие все учения, или же библейские даже учения, они должны сдаваться уже в архив уже, то есть они уже считаются уже старыми, уже и ненужными, и только лишь историей стали уже. Вот, то есть, поэтому Папа Римский, там как вот, он, там говорится, не что он безгрешен вообще, не говорится такое, что говорится, но когда он говорит с кафедры, то есть когда его учение с кафедры является безгрешным, безошибочным, аксиома. Вот, значит, и есть те католики, которые не соглашаются с этим, они называются старокатоликами, но их немного, они отделились как бы с 19-го столетия и живут сами по себе. Это старокатолические приходы, в Европе их много, там, в Америке их много. Вот, значит, и вот, допустим, этот Мел Гибсон, да, тот самый, допустим, да, он относится к приходу старокатолическому, допустим, вот как раз такому, реакционному такому. Это, кстати, антисемитский, довольно, направление католицизма, довольно-таки. Вот, и, так вот, а вот обычная католическая церковь, в большинстве своем, где Папа Римский, вот нынешний, да, она вот именно вот такая. А в Восточной Православной Церкви никогда такого не имели. В Восточной Церкви таким образом распространяются, образовалось новое объединение, оно провозглашает своего, там, патриарха, получает Томас, и все, она самостоятельна, все. С тех пор уже никто не имеет права вмешиваться в эти внутренние дела, кроме, там, ну, на практике, кроме государя-императора, кроме, там, ну, как бы, своей власти. То есть, национально, в чем опасность Томаса, опасность в чем, реальная, что национальная церковь, она всегда, без исключения, она становится под сильных мер и сего, автоматически. Она подчиняется тогда уже главенству, ну, ну, не важно, президент, император, диктатор, ну, кто угодно вообще. И главой церкви становятся, по сути, вот, сильные века сего. Вот в этом опасность, конечно. Благо в том, что это дает, как бы, такое национальное пробуждение, национальное самосознание. И часто, кстати, это служит к делу реформации. Потому что на местах, вот, допустим, как было в Белоруссии, когда-то еще при князе, этом, Миколая Радзивилле Черном, в 16-м столетии, пробуждение и золотой век Белоруссии было связано, как раз, именно, вот, с таким национальным пробуждением, самосознание национального, вот, подъема. И зависело, ну, все зависит от князя. Если он прогрессивный, как вот Миколай Радзивилл Черный был в Белоруссии, и он сам Евангелие читал, проповедовал Слово Божье, обязал белорусов учить Слово Божьему, и пошло большое пробуждение. Священники были, даже если они не разделяли идей евангельских, но они обязаны были подчиниться, и поэтому они по всей Белоруссии проповедовали Слово, печатали Библии, раздавали, распространяли. И Белоруссия ожила, и до сих пор, даже Лукашенко признается, что историки белорусские, мы признаем, говорит, это был золотой век Белоруссии. Не до того, не после того не было такого благословенного времени в истории белорусского народа, потому что, и самое интересное, это Франциска Рина, другие лидеры пробуждения того времени, это знак того, что Библия, да, Божье Слово, приходящее в народ, даже вот таким образом, да, оно преобразует жизнь нации. А после смерти Миколая Радзивилла, к сожалению, не нашлось преемника. Пришли другие люди, другой правитель, который полностью все оборот, наоборот, контрреформация, Библию запретить, школу закрыть, все разогнать, частную собственность прикрыть. Чем-то еще еврейство. И все, и буквально в течение одного поколения пробуждение сошло на нет. И опять проклятие, нищий народ, и бизнес весь средний и малый разогнали, все взяли в свои руки, ну, короче, бардак. И Белоруссия потеряла все фактически. Но память о том золотом поколении, пробуждении, оно до сих пор хранится. Выводы им надо сделать. Как? Всем выводы надо сделать. Да, кстати, Батька сделал определенный вывод. Да, определенный. Я не знаю, как будет дальше, но я молюсь за Белоруссию. Я очень люблю Белоруссию. И там бываю, и у нас служение есть там в Гомеле. Значит, я очень люблю Белоруссию. И, знаете, народ очень своеобразный. Очень своеобразный. Но Батька сказал такие слова интересные, что церковь православная, он примерно так выразился, я так своими словами его переведу, что церковь православная, говорит, надо меняться, нужна реформа, говорит, чтобы службы были покороче, у нас слишком длинная служба, говорит, я, не старый человек, итог, я устаю стоять. И почему нужно стоять, нужно поставить стульчики, чтобы люди, особенно бабушки, я вижу, они с ноги на ногу, потом нужно на понятном языке, я, имея высшее образование, я почти ничего не понимаю, говорит, мне объясняют, но я почти ничего не понимаю, а куда же они, говорит, то есть он очень по-отцовски все хорошо рассказал, а потом говорит, что надо меняться службам, надо меняться священникам, надо, чтобы церковь была ближе к народу, понятной была там и все, чтобы они Божье Слово читали. То есть он такие вещи очень, я порадовался вообще, когда послушал, думаю, вот это да, его в слова, да в жизнь бы. А там посмотрел, там тут же показывают этих митрополиты, епископы, они все стоят, вообще немая сцена, хайпов мылуют, лишь бы это все прошло. Мимо них, да, и коснется. Я думаю, что приходит время, это была лишь проверка, знаете, думаю, для них, но придет время, когда сыграет это все очень серьезно. Это, кстати, один из сценариев пробуждения для православных церквей на Востоке, потому что сама же система может сыграть другую вещь, в обратную сторону совершенно, понимаете ли. Интересно, вертикаль власти, она по-своему интересна, да, значит, но все-таки по совести команда административного пробуждения, оно немного не то. Все-таки на самом-то деле должно быть пробуждение, вот насильно мил не будешь. Глубинное пробуждение, оно всегда тогда, когда человек именно сам лично осознает персональную ответственность перед Богом. Вот это самое сильное пробуждение. Когда пусть даже немногие люди, души, да, в народе, но они вот действительно осознают главенство Христа, пробудились по-настоящему к жизни вечной. Это самая соль земли на самом деле. А можно еще спросить, в интернете видела Россию, московский Патриархак, но только они, видимо, слабо в стороне были, что приезжали там все колдунеры, смотрели, колдунеры. Ну да, было такое, недавно. Как это, что это за шахмыш такой вот? Трудно сказать. Это страшно, честно, но вот как бы такое чувство, что окунулись в 15 век, извините, инквизиция, да? Такое, да, но страшнее то, что за кадром осталось. Ну да, возможно, там, там, там была вот эта часть. Настоящая. Давайте помолимся, друзья, завершим сегодня сейчас не шабашем, а молитвой. Аминь. Вот, и благоставим Бога, поблагодарим за все. Спасибо тебе, драгоценный, спасибо. Сегодняшний день, Господь, такой насыщенный, информативный. Боже, обо многом мне получилось рассказать, может, что-то лишнее сказал сегодня, прости, если что, но, Боже, то, что было сказано в Твоем Духе, пусть это прорастет и принесет плод. Боже, а то, что много всяких заблуждений, помоги, Господь, миллионам душ вырваться из этих сетей. Боже, пусть свершится действительно это чудо реформации, чудо, которое в пробуждении миллионов сердец. Потому что Ты хочешь, чтобы всякий человек был спасен, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Ты, Бог, и един посредник между Тобой и всеми нами, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Да познаю Тебя, единого истинного Бога, и Тобой посланного Иисуса Христа. Да примут жизнь вечную души людские. Да пробудется, Господь, к жизни вечной. Слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Царь Вселенной. Снова и снова, паки-паки, благодарю Тебя за эти занятия. Благоставляю эту семинарию, киевскую, славянскую, евангельскую семинарию. Пусть она послужит, эта школа и другие школы послужат инструментом к пробуждению. Пусть, Господь, люди, получая здесь много информации, правды Твои, истины Твои укореняют в Тебе. Боже, несут Слово Твое людям истрадавшимся. Больных исцеляют, прокаженных очищают, мертвых воскрешают. Пусть, Господь, Царство Твое распространяется через каждого из нас. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Слава Тебя Господь. Бешэм Иешуа Гамашиах. Во имя Иисуса Христа, Мессии. Бог Всемогущий, благословен Ты и благослови на Царство Твое. Благословен, счастлив народ Твой на этой земле. Благослови, Господь, нас миром. Благослови Израиле сегодня. Благослови сегодня Иерусалим. Иерушалайм. Мир, шалом. Иерусалим. Благослови, Господь, сегодня Украину. Благослови сегодня Киев. Благослови сегодня всю нашу истрадавшуюся планету по богатой своей милости, своим отцовским, любящим благословением. Исцели землю нашу. Благослови, Господь, Боже, пробуждением этим духовным. Пусть миллионы душ обратятся к Тебе, от мертвых, от суетных, к Тебе, живому и святому истинному Богу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. 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 Аллилуйя. До завтра, друзья, братья, сестры. Спасибо. Слава Господу.